The battle will begin Что-то там Так, мне звонит Кирилл Ответить Ой, что же я делаю? Ответить с видео Нет, не надо нам видео Кирилл, ты меня слышишь? Ну да, а ты меня Отлично, я тебя тоже сейчас сделаю громче сразу Супер Вот, всё Я решил всё-таки ворваться, а то ты слёзы выпускаешь с трима Я решил, что вместе нам будет подвесить, что они делать У нас пистолетка уже, и тут Evil воюет на длине С невидимыми соперниками нет уже никого Всё, всё, убежать Амиран фраг делает на Колесникове Колесников не очень удачно Зигзаг выпал, прям скажем Ну ладно, смотрим Так, у нас Антошка будет, скорее всего, принимать Тёмку А там очень много людей Антошка Баркаду, идиот Неудачно затыкивают его Да, забирают Забирают Кипакина Не, ну тут тяжело будет ВП взять раунд Я тут, конечно, капом побуду чуть-чуть Миша сейчас, если Амиран заберёт Ещё варианты появятся Ну, уже хорошо, что Амирана заметили Что Амиран не даст тут спину Кучу минусов, да Амиран и три Куча замирает, да Три в четыре Ну тут тяжко, тем более Остальная бомба Хорошие позиции заняли украинцы У них тут Ой, ХАЕ, почему же ХАЕ в Тёмку-то не... Ой, тупую не залетела Сейчас бы таких было два минуса шикарных просто Ну там, 88 хп устройка Я думаю, что минус вряд ли был бы Ну ладно, не важно Проиграли нашу пистолетку, к сожалению И... Не, матч как мы наблюдаем Вообще красивейший Я просто удовольствие получаю На самом деле, что от первой Что от второй карты То есть, такие действительно настоящие эмоции Игровые И очень прикольно Вот то, чего, кстати, не было на УЦГ вообще То есть, УЦГ было скучно Я имею в виду, вот, игры ВП Просто из-за того, что... Все мы помним, что в одни ворота игра там шла По большому счёту Вот Тут идёт борьба Тут интересно Жарко Классно Так Миша забирает призраку с юспом на... Да, но там по зиге проходит, ребята Или прыгают в центр Нет, прыгают и уходят в Тёмку, да Сейчас вот Кибакин может бомбу выбить Бомбу выбивает Минус страйк делает Ой-ой-ой-ой-ой-ой Неплохие замесы Тут 2-2 ситуация Но, конечно, преимущество по оружию и по позициям Будет определённое У Селекты У Амирана 42 хп Может быть Амиранчика Попробовать удлить И тогда вообще Будет шикарно Но пока нет Пока мы видим, что Алексей Колесников Суспом будет пытаться Против Нуба Нуб это у нас... Это Вадик 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 такой фраг Такие фраги сделал на травине, конечно В спину там Да Там момент, конечно Эпика был просто Нет, там классно Всё сделано было Мастерски Так вопрос там О том Насколько хорошо играет Или нехорошо играет Селекта Ой-ой-ой-ой Так, на ноль Наши, правда, навыбивали оружие Это нормально Ну Селека, конечно, не расстроились У них тоже всё в порядке Ну, террористам Террористам Выбивать оружие Можно до бесконечности Да, 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 пока они раунды берут, пока они добегают до плента, ставят бомбу, у них никаких вопросов не возникнет Большие надежды у меня на Сейза, да, на даст втором он все-таки должен какую-то изюминку в игру привнести Надеюсь я на это очень сильно, потому что, конечно, даст 2 у нас не самая сильная карта далеко Ну ладно Так, ломобот Амиран проходит по фигзагу и страйк их будет прикреплять тоже там сзади Как с цеплером к ним будет приклеиваться, поскольку у него бомба и страйк, конечно, одному нужно оставаться на центре, не вариант совсем Так, наши поры будут поджать Зигу, хороший хэдшот, так, Амиранчика забрали Да, неплохо, выбили 2 калаша уже, и всем кебакин даже забрал калаш Ой-ой-ой, отлично, но тут призрак тоже классно сыграл, но и Антошка успел у страйка АВП выбить, правда, вот призрак его уже поднял для своего товарища Оружие хорошо, но выбивали, кстати, за вот эти 2 экораунда Поэтому теоретически, если... Пять калашей, если быть точным, выбили Ну да, если ребята наши сейчас возьмут раунд, то с большой долей вероятности там будет эко Потому что слишком много докупаться приходилось игрокам Селектор, смотри, играет быстро Б Нет, быстро Б не играет, они быстро в темку заходят Тут кидается дым, и сейчас уже от халда будут, от нижней темки играть При этом у нас страйк будет на контроле Б-планта с АВП Ждет он аркаду в дым сейчас, но Антон у нас не поджимает В этот раз это правильное решение пока что Так, селекция закидала зигзаг и будет входить в центр Там Костин у нас, ну смотрим сейзер Нужен ты очень сильно сейзер со своими... Не получилось, сейзер завпрейдь, его уже тут прикрывает тиммейт и флешкой подают У Антона ситуация очень тяжелая, там уже зашел игрок, ой-ой-ой, призрак все-таки пробрался Да, отваливается центр, не знаю, ну очень часто отваливается, вот именно центр Вот эти вот разрезающие атаки Ну да, сейзер надо было по-любому делать фраг, то есть хотя бы просто стопорить в темке Не в темке, а в центре одного как минимум парня украинского И тогда уже все было бы намного проще, поскольку он его пропустил Там Антону по большому счету не разорваться было между темкой и между оборотами на Б-плант Поэтому, в общем-то, он там попытался застроить, не лег спрей явно Да Не, ну тут по карте все-таки преимущество будет за селекта И мне кажется, ну я имею в виду такой вот предтурнирные расклады Да, ну вот мы видим пока 4-0, есть оправдание определенных раскладов Да, вот опять три минуса дают, вот уже какой раунд подряд, три минуса дают и все На этом все кончается Ну видишь, на отходе минусы это не самый айс, то есть надо минусы давать в начале раунда То есть Сейзет бы дал хотя бы один, ладно уж там три, один минус дал в центре И уже было бы намного проще И более того, если показать, что центр у Контроп держится просто железно Как это, например, я не знаю, там у Фнатик, да? Там попробуй в центр войди, скорее не всех пойдет на Дарсе втором Вот То, в общем-то, команда и перестает ходить туда Ты помнишь финал, ну, финал Дримхака, когда они играли против Лайонс Там Ника, да, любитель ходить в центр вообще, который, по-моему, просто других страт не существует на карте Из-за теров, исключительно вот ходьба в ворота, атака в центр разного темпа Миша, отлично, минус один Вот, так даже Ника завязал ходить с Фнатиком в центр, потому что, ну, просто без шансов Соответственно, тут тоже надо показать пару раз зубы и уже центру можно уделять не так много внимания Уже будет проще на других точках, уже будет проще по Б, прежде всего Может быть, даже на других Ой, Миша, Миша, а как забрал Ломобота? Так, забрал Ломобота, правда, Призрак и Вадик тут очень неплохо отыгрывают под Б-плантом Сейзет остался Так, ну, смотрим, Дмитрий Богданов против Страйка, Страйка должен забирать, а ну, как же не видит Страйка? Ну, Страйк... Да, это плохо Ха-е, ну, все, забрал Вадоса два в два Так, хорошо, хватает бомбы и идут Б, скорее всего, селекта, либо зигзаг, жестко, быстро Но мы сейчас это поймем, да, зигзаг идут, и Энтони у нас, Энтони Хопкинс Да, и почему угадывают, Энтони Хопкинс у нас 24 хп и... Да, неприятно Ой, тяжело, что Фомас 24 хп Там позиции причем нету, да, видишь, у Антона, но Антон... Он больше на инфу сидит сказать, все, у меня... Ай-яй-яй, волнительно как, но нет, не хватило Так, Страйк-Зет пытается... Ой-ой-ой-ой, это очень опасно Сейчас один в один против Призрака, ну, в принципе, уровень игроков равный Я думаю, тут Денис может потащить вполне Так, Призрак... Но нет, нет, позицию разыграл, Призрак все-таки лучше 5-0, да, пока не получается Не получается УВП Дефенс Я бы не сказал, что это какой-то сюрприз, если честно В плане того, что, ну, как раз Дефенс не очень сильный И на Дат-Втором, как нигде, нужен именно командный Дефенс А его, в общем-то, в старом составе было по минимуму Мы с вами это помним Ну, и тут с Сейзедом тоже требовать каких-то суперкомандных взаимодействий не приходится Вот эта проблемная точка через центр И, в общем-то, Зига пока тоже не идеальна Водос прошили неплохо Да, хорошо его прошили, причем, я так понимаю, Антон его прошил То есть такой не самый неплохой Они на пару с Сейзедом там такой крест-накрест устроили Ага, ну, молодцы Так, длина выходит, гаранинг в яме, при этом отрезанный Вот ему не халпует Вот эта ошибка позиционная УВП Ему почему-то не халповали совершенно И сейчас уже в тяжелейшей ситуации УВП остается с Дефенсом на Апланте Благо, что у Селекта вроде бы по Зигу пока никто не проходит Там есть возможность у Богданова занять его Но вот уже перестроение идет оно в район Зиги Страйков стал сабьями На длину не салац, это просто самоубийство Отлично Только с Юспом, вот это не очень хорошо Там 20 СП, в принципе, надо два раза попасть А, нет, у Дениса Коль все хорошо Тем более Ой, Дениса, как ты не заметил-то Ай-яй-яй Да, тут маленький фейлик от... Подари он лишних 500 баксов Ну, будем честными, будем честными У Селекта все и так в порядке С экономикой Не критично это Хотя, конечно, такие ошибочки маленькие Их лучше избегать Первый раунд за ВП В общем-то, надо бы раундов пять минимум брать И когда в атаке... Наши в атаке, конечно, тоже играют Прямо, скажем, не очень, да, хорошо Но... В любом случае, позиционно преимущество теров Они будут разыгрывать более качественно, чем сейчас мы видим Вот, игру в Дефенсе Ну, мне так кажется Хотя... Сейчас главное взять еще один раунд Вот сейчас Да, да, экономику надо нормализовать Потому что, если сейчас отдают раунд То будут очень большие проблемы с экономикой Так, попадает, попадает трайка Да, посадка разыграна на 50-50, так сказать Не убили, но покоцали И показали, что кусачие мы на центре Вот это как раз то, что надо И сейчас надо Мише сыграть с Алексеем Колесниковым на длине очень здорово Им нужен жесткий, жесткий такой перекрестный огонь Жесткие хаешки, жесткие флешки Но там у гораним готовятся флешки подавать Лекс, по-моему, не попал, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой Так, Юла забрали И Лекс очень неудачно разыгрывает АОП просто Очень удачно Да Так, Митя остался на планте А Денис Мисуса к респаунду. Антона надо убивать, если Антон убьет, то да. Антон, отлично, минус Вадос. Ему надо уйти. Ему надо отыграть спокойнее. Вадик, вот как Колесников младший, как Кибакин действует в селекте. Точно так же. Такой свободный, свободного плавания. Боец все время где-то ходит, бродит непонятно где. И очень часто, очень часто это играет в плюс команде. Так же, как и Кибакин для вертушков. Нет, на самом деле селекта приятное впечатление оставляет. Действительно, я, соответственно, не отмазываю игру ВП. Ну, то есть, я просто не отмазываю по той простой причине, что меня лично вот этот матч конкретно вполне устраивает. Там есть, конечно, фейловые моменты ужасные. Но в целом, ребята интересно играют. Особенно на фоне ВТГ прошедшего. Вот. Поэтому мне даже смысл никого нет отмазывать. И я просто оцениваю селект. Это очень классно. Я рад за Ламыча, на самом деле, что он тренирует ДТС. Еще там очень даже в форме. Мы по трейнгу это видели. Очень в форме. Ламыча. Ну и вообще составчик такой бодрый, да? Strike. Бронзовый призер 2003 года. ВЦГ, кстати. Вадик. Тоже в составе Агейминг. Призер. Амиранчик. Ну и так далее, так далее. В общем-то, игроки все известны. Вот, пожалуй, призрак. Да, Ламабот, который поиграл со Стариксом. Вот смотри, призрак, по идее, самый такой андердоговый игрок, да? То есть такой малоизвестный, особенно для российских болельщиков. Но при этом призрак просто прекрасное впечатление оставляет лично у меня. Очень толковый игрок. То есть здорово. Прямо классно. Не зря его вот эти старики протянули к себе. Вполне он полезен. Так, ну тут эко-раунд дигловый. При этом Ламабот сделал фраг. У Амирана дигл. Амиран пытается найти оружие. А вот он Кольт все-таки нашел. У Амирана Кольт. Надо аккуратнее играть. Может Амик разыграть его. Очень здорово. Хороший такой дружище Хуча. Амиран, ну они прямо такие, ну, прямо кореша, что называется. В полном смысле слова. Да, конечно, Кирилл оговорился. Тут я поправляюсь, что в 2007 году. Конечно, в 2007. В 2003 году не мог взять страйк бронзу. Но это не 2003 года было ВЦГ. Это было не ВЦГ. Это было, по-моему... Я про гейминг. Да, да, да. Я тоже про гейминг. Это было... Вылетело из головы. По-моему, это было ЕСВЦ все-таки 2003. Нет, нет, ВЦГ 2007, по-моему. Окей, давай, не будем спорить, потому что сейчас не целятся. Вот. Что, пять калашей украинцев у Virtus.pro АВП у Лекса. Лекс смотрит как раз длину, и там будет ему что-то. Да, ну, попадать Лёше надо, если он планирует длину удерживать. И при этом Сейзед играет с Митей на зигзаге. И Сейзеда я очень верю. В том смысле, что это вот игрок, который может действительно от скила держать. Тут все-таки позиционный дефенс исключительно строится от скила и от хорошего зажима. Вот зажимом были жесткие проблемы на ВЦГ у Virtus.pro. То есть они просто никого не могли переспрейить толком. Вы это прекрасно могли видеть в нашем видеообзоре. Там были антимоменты. Вот. Ну, там просто королевские спреи, в кавычках. Вот. Когда так не летит, сложно вообще кого-то выиграть. Не то, что есть Сейзед, а вообще там даже... Эйвил включился, дал, по-моему, 4 минуса за раунд. Да, минус 4. Да, наши выправляют немножко ситуацию. Рано еще говорить о каком-то там вот прямо озарении. Но 4 раунда это уже неплохо, просто 5-0. И экономика поправилась между тем. Да и количество раундов уже такое. Ну, если не супер позитивное, то в любом случае начало. До начала очень даже неплохо. Нет, Тоди пишет, что у меня с худом что-то, но по-моему с худом все хорошо. Я так смотрю, по-моему все отлично. Так, у нас играется сплит B. Нет, это все-таки какой-то выход зиги. При этом бомба лежит в центре. То есть за бомбу, видимо, будут поднимать игроки, идущие из темки. Да, и это выход на зигзаг будет. При этом дигл у Амирана. Да, это дигловый. Дигловый будет раунд. Нас же надо очень аккуратно сейчас по центру сыграть. Потому что будет заход в центр фактически. Да. А наша играет пассивно B-1. То есть у нас центр никто не смотрит. Сейчас так, так, так. Вот подловить могут очень серьезно хуча. Так, и еще отваливается Алексей Колесников. Это совсем никуда. Неудачно Лешка сыграл. Так, и проходит, смотри, проходит на план все-таки игроки селекты. Вот этот минус на Лексе, он, конечно, ключевым может оказаться. Ключевым сказался именно вот эта подвижка хуча. Да, да, да. Подстраховки не было, я согласен. Ну, и Лексу все-таки тоже нельзя было отваливаться вот так вот просто. За здорово живешь, это совершенно не дело. Ну, ладно, нас же могут отбить. Видите, у нас, потому что преимущество по оружию. Зигзаг мы уже заняли. Эти хп-шек вроде нормально. Так, минус 100. Ой, Ламоч, ну что ж ты? Так, и последний Ламобот на длине. Надо устранить. Сергей Обижанова, хоть он и тренер ДТС. Как он кучу-то поставил, да. Ребят, кто там не в форме, да, старики, говорите, не тренируются? Ну, ладно, окей, я вас понял. Не, ну то, что они хоть не в каждом раунде так стреляют, но это хорошо, все-таки позитивный момент для Вертут Про. Но, по-моему, сказать, что ребята не в порядке, это, я не знаю, это не совсем адекватно. Нет, я опять же повторюсь, я совершенно не отмазываю ВП просто потому, что не вижу в этом смысла никакого. 5-5. Сравняли счет Вертут Про, так против 5-0, после 5-0 точнее. На ровный счет, в принципе, 5 раундов в защите, это уже хорошо, но мы, конечно, уже надеемся на гораздо больше результаты. Да нет, тут серия из 5 раундов, на самом деле, надо продолжать в том же духе. Раз уж 5 раундов взяли, так, ой-ой-ой, ну тут неудачно поджали поджим, причем одновременно, вроде бы, был неплохой, но просто каждый не убил. Тут еще призрак на длине делает фраг, Антон пробует какой-то размен организовать. Отлично, с Сейлент-Скибакеном вдвоем, вот, ты уверен, что это было намеренно? Так, ну вот им не хватило стартовых именно во время поджима. Так, Хаешка неплохая, но нет, перестреливаю Денису Костина. Не хватило немножко тут поиму. Да, 3-1 и все. Антон, надо сейвить, Вадим заметил, заметил Кибакен, да он тут пошел на длину, мне кажется. Антону надо сейвить однозначно, потому что тут просто не дадут зайти никуда, оружие за контролл лишним не бывает, еще 5 раундов играть, поэтому, я не знаю, Антошка может пробовать минус сделать и потом уйти, но я не думаю, что игра стоит свеч, но нет, вроде бы идет по длине. Так, ну что же, со стрельбой, о, все, порядок, да, и теперь можно отходить, понимая, что не дадут дальше выйти через длину. Нормально, я вот этим более отейвить, это уже большой плюс. 5 раундов не то, чтобы достаточно, давайте просто не будем говорить там о том, что достаточно, что нет, максимально надо набирать за КТ, и если получится за КТ действительно почувствовать такую свою волну, чтобы почувствовать, что игра выровнялась после вот этого не самого удачного начала карты, тогда и затеров может попереть. А если ребята будут так немножко себя некомфортно чувствовать, да, то, что они не совсем так отыграли первую половину, то вторая половина тоже будет совершенно непредсказуемой, и совершенно не факт. Так, тут у нас, по-моему, Селекта, попытка отыграть первые планты на Б-плант, нет. Нет, нет, это от Халда, и наши могут, кстати, очень сильно нарваться через нижнюю темку, но могут, опять же, очень сильно удивить. Тут Селекта, я бы не сказал, что они прямо так жестко-жестко контролят вот этот поджим, то есть у них есть варианты, вот они варианты появились, но нет, призрак, призрак, призрак. Да, призрак чудеса, спрея просто показывает. 13 хп у Вадика, в общем-то, Вадика можно взорвать очень неплохо, Амиран пишет лол, но тут лол скорее надо призраку написать, призрак там в раздал, просто очень здраво. 13 хп у Вадика, Вадик по большому счету никакой, то есть если будет инфа по его позиции, то туда хаешка прилетит, и до свидания, Вадик. Но у нас очень важная позиция сейчас у Ламабота, Ламабота бы, ну Дмитрий ушел у нас, Богданов, к сожалению, Ламабота бы выйти в тайминг забрать, и тогда 3 в 3 ситуация, я бы сказал, в приоритете для ВП будет. Сейчас пока преимущество, конечно, у селекты. Накидка флешек, Ламабота врывается, Ламабота такой по стратегии, которую придумал для Ангела, персональные такие страты, да, и выход B идет. Денис Костин, ну, 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 что там, там полупозиция какая-то, опять не самая хорошая, но вроде один дал, в общем, дал один призрак, ну, ну, совсем, совсем каленый, и Лекс промахивается с АВП, надо попадать, конечно. Немножко в крысу играет тут Сергей Бижанов, это у него получается, а Лекс может просто не пойти с АВП. Конечно, 2 хп, 13 хп, это, конечно, горюшко, когда вот такие раунды остаются, и, конечно, ну, Лекс, Лекс даже если и обладает такой инфой, что там 2 красных, то... Ну, если честно, когда в руках АВП, смысла-то большого нет. Да-да-да-да, это, знаешь, если ты там быстро халпуешь, да, с калашом, ты можешь там ворваться, настрелять, и что-то сделать. А тут все-таки не про этот разговор, не про эту ситуацию. 7-5. Мне тут пишет, драйвер, это же твой стрим, скажи хоть что-нибудь, это Гуркиса говорит. Ребят, я 11 с половиной часов с вами на стриме. Вы наслушались меня уже просто, ну, вот выше куда. Это уже форма троллинга, на самом деле, поэтому не обращай внимания. Там уже, как бы, ребята тоже... Знаешь, как идея, да, заразительная бывает. То есть кто-нибудь скажет, а остальные уже подхватывают. Наверное, да, что-то, что-то типа того. Что там с деньгами, ребят? По-моему, это ЭК с одним АВП сейчас будет. Да, скорее всего. Причем АВП разыгрывается у нас с Алексеем Колесниковым. Я вот скажу, что Лешка не очень хорошо попадает на этом турнире, прямо скажем. Ну, вот по групповому этапу там еще были у меня вот такие хорошие моменты. Все-таки в плей-оффов, вот пока не хватает Лексу формы. Вот, что, в общем-то, неудивительно. Я считаю. Плюс я верю в Лекса, как у игрока очень универсального, то есть который в любой момент АВП скинул. Мне кажется, я цепом вовремя скинул АВП на трейне. Ну, так вот, да? Вы знаете, что поиграть именно с Лексом. Там могло все закончиться позитивнее намного для АВП. Так, хорошие хэшки на план, то селекты. Все задачи засейвить с Леши. Не отдать, не отдать свой АВП. Эх, что ж, мне так везет сегодня. Я скажу и сразу это происходит обратное. Аркуша, 20 на 10, кстати, призыв на родил. Уже очень неплохо. И, в общем-то, нашим надо забирать оставшиеся раунды. Ну, хотя бы один взять, из них 50-50 разыграть. И тогда уже будет неплохо. С шестью раундами можно танцевать в атаке. А если возьму два, то будет даже очень замечательно. И там уже селекта может немножко вздрогнуть от не самой удачной половины. С другой стороны, помятую, какие тут камбэки давались. Что на трейне, что на инферно. Причем на трейне, да, дали камбэк селекта. На инферно, в нашей, в общем-то, вытащили игру такую очень непростую по ходу действия. Поэтому я тут вообще прогнозировать ничего не буду. Третья карта, я чувствую, будет вообще триллером настоящим. Ну, может быть. Да, и я даже немножко рад, что Virtus.pro начали за защиту. Что вот именно как раз вот этот весь триллер придется на сильную сторону. На сильную сторону, да. Будет возможность действительно подломить экономику украинцам. Тем более, я бы не сказал, что как-то деглы, селекты как-то уж сильно поражают. Ламыч, ой-ой-ой, ламычки, древто какой. Смотри, на респаун прокрался. И еще центр заходит в Б. Нет, так здорово, тут сейчас перестроятся под Б-плант. Конечно, они позиции очень выгодны. Интересно, что там Денис, Денис промахивается. Неудача. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Алексей Колесников, нельзя так стрелять. Да, у меня даже нету, нету даже комментариев вообще. Происходящему... Ой-ой-ой-ой, попробовать, даёт. Ну, тяжело, стахоповое. Стахоповое, причем Вадик на надежной позиции, Вадик будет разыгрывать до конца. Плюс тут еще страйк очень опасен страйк. Промахивается как ламыч по минимуму СЛТ. Бывает, конечно, у меня такие моменты, но это минимально. Пролагивает хелл-тв немножко. Да. Эх, жалко, пожил бы ил чуть-чуть. Надо было убить. Нет, убил все-таки. Хорошо. Я не буду, убил взрывом. Да и это не важно. Там экономика полным порядок у селекта, это очевидно. На последний рамп они в любом случае закупят хоть в 5 ЛВП. Я думаю, что все-таки... Так, что у нас там? У нас волевые фамасы, возможно, с дигглами. Возможно, есть кольт. Не думаю, что есть АВП у кого-нибудь. Очень обомневаюсь. И тут селекта будет разыгрывать дефолтный раунд для себя. 4 фамаса, 1 диггл у нас. Да, ну это только вдохновение должно прийти откуда-нибудь. Пока мы видим, что на стороне его призрака. Призрак хороший хэдшот вешает. И Лешка опять отваливается. Так, страйк еще дает минус. Так, длина отвалилась. Пожалуйста. Сейзет так на отмышь попал. Фуга. Умиранная. Так, страйк не боится. То есть, в сожалению, пока не удается. Сейзет минус трайк. Давай еще парочку. Еще парочку сладеньких таких. Ой-ой-ой, как накидывают украинцы. Здорово. Где Кибакин-то? Кибакин только-только зашел в банку. Да, и вышел спид спины уже контроля. Да, Вадик его контролит и пережимает. Вадик саменьку успел все здорово сделать. 5-10. Ну, маловато. Объективно маловато. Но не так, чтобы совсем безнадежно. Писалевка, естественно, нужна ВП. И тогда шансики поедут. 10-5, конечно. Ну, не самый лучший счет. То есть, получилось с такими пятерками. 5 первых раундов отдали. Потом 5 подряд взяли. После концовки 5 отдали. Такими сериями игра вышла. Да, и ты знаешь, даже не было никаких таких, ну, чтобы вот прям раунд ровный. То есть, не было таких раундов, где один-два один. Либо наши. То есть, либо конкретно Virtus.pro, либо конкретно Selector. Нет, украинские команды классно играют, да, второй. Это я уже знаю достаточно давно. В том смысле, что дефолтные раунды у них просто отличные. Ну, ребята просто на спокухе играют. На спокухе, на опыте, вот, в общем-то, реализуют те свои плюсы, которые они имеют. А они, может быть, не имеют какой-то, вот, там, знаешь, суперстрельбы. Или, там, супер, каких-то вот закидок именно на быстрых рашах, там, по зигзаге. Они, в общем-то, и не увлекаются. Как ты видел, там, не рашами на Б, не рашами по зигзагу. Они играют от своих плюсов. От перестроения, от хорошей игры снайперов, от надежной, да. То есть, два снайпера в атаке, да, легко. То, ребята, Ламыч, Страйк, АВП, и они действуют совершенно так же мобильно, как ребята с винтовкой. Да, Кирилл, я боюсь тебя сейчас прерывать, но, все-таки, мое мнение. Вот, пистолетка сейчас решит на 80% исход встречи. Ну, это, как бы, капитан. Ну, правда. То есть, если не пистолетка, то чудо. Вот, собственно, два варианта сейчас. Ладно, все, крестики держим, пальчики болеем за ВП, хотя мы должны объективно тоже быть. Не, ну, мы стараемся быть объективным. Но, все-таки, болеем за ВП, чуть-чуть. Да, слегка, что-то. Ногтей нету, губы все съеденные, нервные клетки все при смерти уже находятся. Так, ну, что? Попытка, наверное, так затыкать на выход, прям вот втроем, там, четвером вырваться. Нет, не пытаются. Дефенсовая пистолетка, причем у многих команд, например, на одной и та же. 1 ДЛ, 1 ЗИК, там вариации с центром. Ой-ой-ой, ами дал минус. Так, ну, что? Попробовать зажать не получится, наверное. И тем более перетяжка туда уже идет, отлично. Вот это то, что и требовалось. Это по стратегии. Да, сейчас главное вовремя уйти. Вот, все, ушли. Ребята оттянулись, оставили Мишу. Так, у нас что с ЗИГом? Ламычи, там один. Ну, Ламыча загрызь, загрызь, ребята, Сережа Бижанова. Он, конечно, молодец. Дал один минус разменный. В общем-то, неплохо. Так, и трое. Трое на трое прожимает, причем длину. Ну, сколько призрак попадает-то? Ну, что ж такое-то? Ой-ой-ой-ой. Ну, тут призрак, конечно, раскрылся очень неплохо этим фрагом. На длине надо... Ну, если бы не попал, то, может быть, были бы варианты. Да, пистолетка, как ты видишь, за селектой. Пистолетка – это проблема. Нашим отделом полная эко, а затем за кубок волевой. Да, и бомбу не поставили. Ну, в любом случае, в любом случае надо брать на третий раунд. Тут, поэтому никаких флешек мы не слышим. Ничего-ничего. Просто будет слив, скорее всего, на мувик. Куда-нибудь, там, на зигзаг или на центр. И... Селекта, конечно, в очень хорошей ситуации. Десять раундов для них в атаке – это нормально. Плюс взятая пистолетка – это всегда просто огромный такой плюс еще для того, чтобы вытаскивать карту. Плюс преимущество. Так. Сезет-один от холда играет, но тут холд не тактический, тут холд немножко дух перевести, ребятам. Я думаю, еще секунд постоит Дениска вот так вот. А ребята пока обсудят, как они будут играть в закупочный раунд, потому что следующий стопудово будет закупочный. Почему не взять тайм-аут? Есть же тайм-аут игроков. А, вот я, кстати, ни одного тайм-аута за турнир не видел. Ты видел? Нет. Да. У меня те же самые вопросы и к ВЦГ. Почему не было тайм-аутов на ВЦГ? На ВЦГ я не думаю, что там вопрос тайм-аута был, это во-первых. А тут, да, тут тайм-аут был бы, наверное, кстати, но мы уже, вот, я вот вижу, что ВП уже второй раз делают паузу такую вот именно. То есть просто на своем эко-раунде. Так, ну что, вот у нас закупка обещанная мной. Вполне она такая, ну, не самая. Да, не самая она, боевая явно. То есть у кого-то гранаты, у кого-то калаш, но будут все-таки от оружия пытаться ВП тащить. Это, по сути, игра ва-банк. Ну, тут другого варианта не остается. Это, знаете, как автоматический автолл-ин, да, как это называется, в покере. Когда у вас остается денег. Меньше, чем минимальный став. Да-да-да, то есть вот тут что-то из этой же серии. Да, надо бы пробовать, конечно, фраги раскрывать. Нормально. Смотрим, Антон Колесников у нас идет по зигалу. Там будет Сережа Бижанов против него играть. Ой-ой-ой. Да, Мабут сейчас как самый опытный. Там длина, длина хорошо прожата у игроков селекты. И у них действительно, у Ламыча есть такой простор. Он может отойти на любую позицию, включая подъем. Но сейчас он ушел на гуся. Наши пробуют в центре, там страйк. Страйка надо вычислять за зелеными ящиками. Дмитрий Богданов. Ну что там? Ну-ну-ну-ну-ну. Так, минус дан. Правда, размен тоже дан при темпре все. На Б-планте есть один игрок. Ой-ой-ой. Отлично, отлично. Вадик отваливается. На центр вышли. Так. И сейчас нужны хорошие позиции. Вот то, что у украинцев очень классно получалось во время заходов на А-планты, это вот быстро занимать нужные позиции во время постановки бомбы. И у наших практически вот этого отбивания как такового и не было. Потому что без шанса было соваться на хорошей позиции объективно. А сейчас селекта грамотный ход предпринимает, на мой взгляд. То есть делают сейх трех ганов. При этом у них... Ну, фанат это будут на дроп в любом случае. А может даже и кальтом. Да у них даже АВП на дроп будет. Ну, ты думаешь, что... Ну, я думаю, что да. Тут у призрака ноль смертей, у Амирана один... При этом, ну, лишь третий раунд. Ну, ладно, посмотрим, дай бог. В смысле, не дай бог, конечно. Дай бог. Зачем нам ОВП у противника? Но, тем не менее, может быть. Сейчас посмотрим, что там у нас из оружия. Все-таки фанат, мне кажется, было давать. Так, я вообще не слышу по закупке оружия. Я вот вижу диглы. Все диглы оставляют. Да, вообще ничего не дропают. Но деньги точно есть. Это интересно. Тем лучше для нас. Правда, три оружия это тоже нелегко. Потому что все мы знаем, что можно выйти как раз на ту точку, где держит ган. А у нас хотя Амиран поджимает и разыгрывает агрессивно свою позицию. В тайминг сейзет не попал совсем. И я бы даже сказал, что тут не вина тайминга, а вина сейзет прямая. В плане того, что нельзя на плохой закупке противника вот так вот заходить в тенку. Мы это видели на ДЦГ, ты помнишь? Да. Причем не раз и не два. Да, причем там действительно, когда это уже седьмой раз повторялось, это уже немножко шизунию какую-то напоминало. Там вот этот матч с ЕСЦ, когда уже понятно, что поляки рашат. Понятно, что они поджимают. Понятно, что там есть тайминги на их стороне. Но играйте аккуратнее, в конце концов. И всегда есть возможность играть от жесткого холда. Я прерву тебя. Но у нас минус один девайс уже есть. И, собственно, два кольта осталось против четырех девайсов. В принципе... Да нет, в принципе, всегда это нормально. Наши на Б выходит, тем более холпа очень долгая. Ламочка там Амиран. Амиран зажимает вовсю просто Ивановскую. Но... Так. И живет, и живет, и ждет холпу. А вот Антон Колесников сыграл неудачно. И, более того, у нас Темка потеряна, к сожалению, по позиции ОВП. И сейчас тут просто маленькое чудо надо делать Михаилу Гаранину. Ну как чудо, просто перестреливать надо. Так, он дает инфу, что двое идут с Темки. Все, фокус по Темке. Фокус по Темке. Там хуч ворвался. До свидания. Тут Ламыч 27 хп сейвит. Его никто убивать не пойдет. И Сергей Бижанов отсейвит оружие. Один кольт будет, но при этом денег не будет вообще. У Селекта. Ну как вообще? 1200 будет? У нас тут Халли в чате, я вот не знаю. По-моему, это Халли. Возможно. Ты его халли, да. Вот он тут про Овера рассказывает. Про команду Селекта. Удачи вам завтра. Да, там Московь файл будет серьезно за руку, полфинальная. Ну тут я не знаю, за кого болеть, да? То есть, я думаю, есть, я думаю, поклонники команды Грант. Ну вот нынешний Place2Play и поклонники команды MoscowFive. Их тоже много у нас на стримах бывает. Ну, достаточно много. Вот. Поэтому тут 50-50. Такой будет дерби. Зато у нас 100% будет команда в финале одна российская. Прямо, прямо 100%. Так, Селекта поджимает длину. А может даже две. А может даже две. Но для начала хотелось бы, чтобы в полуфинале хотя бы была. Да. Наша вторая команда, возможно. Второй, возможно, российский финалист. Потому что тут пока преимущество за украинцами. Ой-ой-ой-ой. Ну, а кстати, докупка, кстати. Я тут опять не угадал с докупом. И причем докупка, как мы видим, эффективная. Наши пробуют вторым темпом все-таки атаковать. Ну, Антоша не попадает. Антоша, ну что ж такое-то, а? Дмитрий Богданов выходит. Причем выходит на шифтах. Просит он, наверное, тиммейта подождать. А вот сейчас уже инфа есть по Мите, да. Мне вот немножко непонятно. Вот когда ты так выбегаешь, ну, то есть тебя прозевали в дереве, да. Ты пробежал чуть дальше, зашел за Икс. Почему все игроки продолжают смотреть дерево? Ну, понятное же дело, что никто тут оттуда не вылезет уже. Смотрите вы окно, в котором по-любому появится игрок. Там может быть игрок как бы вот на... Под определенным углом в щель смотреть. Вот. Это как бы достаточно частая позиция и достаточно эффективная. Как для снайперовского, так и для штурмойка. Нет, если ты уже прошел дерево и видел, что там нет никого, то дальше не вылезет. Это все-таки микро, да, как саркавчили говорят. То есть это просто надо... Просто надо вот, знаешь, угадать, что называется, куда смотреть. Ой-ой-ой, наставали Амирана, ну хаешечку будем ему еще подать. И желательно флешечку ломоботу. Ой-ой-ой-ой, серьезно, наши, конечно, застопорили, дай бог, как. Да, разобрались украинцы. Что так, от фигзага? А жалко. Да, и остается Лекс с деглом. Ламыч беспощаден с АВП опять становится. Это было на трейне, особенно ближе к овертаймам, ближе к концовке игры. Лекс пытается перестрелять хоть кого-нибудь, но страйк его прошивает. И ситуация критическая становится для АВП. Сейчас посмотрим, что будет с закупкой. Не будет закупки, наверное. Ну вот мы смотрим. От ничьей. Да, от ничьей. Мне кажется, что это самый оптимальный вариант. Ну да, сдаваться не надо. Шансы есть, тем более играет в атаке. То есть понятно, что тяжело будет эту карту вытащить. И объективно надо посмотреть просто на вещи. Я думаю, что все-таки предыдущий раунд был ключевым. Точнее, два раунда назад, который был, когда выход на Б был неудачный. Все-таки там была не самая лучшая закупка в плане гранат у Селекты. И можно было пробовать, например, качать Зиг. Качать и выходить Зиг. И это было бы намного более эффективно, чем вот такой вот выход на Б. Да, тут 15 раунд для Селекты. На огромном позитиве, я думаю, сейчас будут играть оставшиеся раунды украинцы. Но наши должны побороться. Ну что, Трейн, давайте повторение Трейна в обратную сторону. 15-7. Было уже сегодня 15-7. Да, и причем расклады-то такие примерно похожие. То есть карта в номинации как раз вот уступающей по счету половины. Ой-ой-ой, Миран, ну как же. Так-то. Так, Дмитрий дает фрак. Отлично, еще 3-3. Спокойнее сейчас играть. Надо эмоции сейчас резко убрать в этом раунде и отыграть. Вот-вот-вот, так что надо. Сейчас Аплант очень слаб у Селекты. Слаб настолько, что там никого нет просто. И если Инфу сейчас... Ну, Митик должен ловить на ошибки страйка, да. И это будет перетяжка Б-планта. Правда, Ламыч это у нас тут близко на Б. Алексей. Ну, 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 что это, что это? Ну, смотри, выбирает решение не затыкать Ламыча, а наоборот, как бы, отойти. Как бы, вроде бы, надежно, да, но я, если честно, тут два раза... Да, они так растянулись в ряд. Можно было сначала минус один, потом минус два. Да-да-да-да-да. И гг, а чего? Тут вот такая надежность иногда боком выходит, желание. То есть иногда проще, естественно, побежать в размен. Хотя, опять же, знаешь, мы судим по результату. Вот побежит игрок так в размен, отдастся, да, и мы скажем, ну, что это просто за мясо, да. То есть как так можно играть вообще? Взял, побежал, отдался. Тут вот не угадаешь. Все-таки судят по результату. Убил, значит, молодец. Значит, твоя стратегия. Смотри, какой интересный... А, ну это просто прием типа аркады длины. Втроем бежали игроки. Селекты. Забрал Кебакин в дыму, нашел, выцепил призрака. Очень удачный фраг в позиционном плане. Всегда, когда отваливается человек в длины, сразу зигзаг чувствует себя очень неуютно. Да, совершенно верно. Амирану приходится перетягиваться. Очень неплохая возможность сейчас задымить центр, выйти на центр и уйти на Б. Да, согласен с тобой. Просто это идеальный вариант. Атака на Б и будет. Другое дело, что там Вадик. Амиран заходит в спину уже. Ну, это не так страшно, если наши уже будут сейчас суетиться. Так, а наши, кстати, вот и суетятся. Дмитрий Богданов, ну, 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 с Амиранчиком-то давай. Отлично. Хорубь, отлично. Хоть на дурочку немножко поставил, но опять же по результату судим. Так, страйк. Вот это лишнее все-таки было движение от Богданова. Лама 61. Вот эта подсадка, я ее видел в игре с салжирцами. Не надо ее юзать, пожалуйста. А почему? Она салжирцами-то видел, как получалось? Слушай, блин, уже просто слезами вспоминаешь, как бы так, даже без особого негатива ту игру. Прекрасную. От Virtus.pro. Не, ну, правда, а салжирцами, я, как сейчас помню, там, игрок, вот, француз, прыгает с этого ящика, там, делает сначала минус в темке, а потом два минуса на планте. И просто слезы брызали на монитор в этот момент. Ой, да. Наши берут раунд, при этом селекта очень дисциплинированно. Два оружия оставляет, и одно из них это АВП. Мы видим, что покупки у селекта выглядят достаточно эффективно. Другое дело, что селект, вот если нашим немножко сейчас удачи, так, знаешь, цель земля-удача-1 прописать, да, всем, то это может боком выйти селекция, потому что их до кубки не распространяется на гранаты. Соответственно, Зиг достаточно слабый, может быть, если наши грамотно будут выходить с плита, то, как мне кажется... Сейчас бас-раунд от Михаила Гаранина, он тут один бежит. Да-да, он правильно делает, там посмотрим, где находится Ламыч. Ой-ой, Ламыч, отлично. Ой, Миша, отлично, минус Ламобот. Все, снайпер отвалился, украинский, беспощадный. Сережа, он же координатор и тренер ДТС по совместительству. Кстати, отличный, по-моему, парень. И, смотри, селекта сейвит. Это дисциплина, ребята. Если вы мне покажете такой микс в России, который также дисциплинированно сейвит, ну, я не знаю, я... Не знаю, что было, чтобы сделать. Это я к вопросу о том, насколько селекта миксы, и насколько они умеют играть по дисциплине, как настоящая команда. Опять же, селект нас разубедил в том, что это халли, это был фейк. Ну, что ж поделать. Ну, ладно. Прологит КОТВ, Антон колесник забирает Мираном. Так, два уже, по-моему, опять у призрака и страйка, но теперь кольты. Теперь без АВП уже. Теперь уже селекта думает. Ага, ребят, 5-5, 5 раундов в атаке взять. Не то, чтобы такое плевое дело. Да, да, ну и не то, чтобы сильно невозможно. И смотри, опять до кубка у селекты. Пробуют, пробуют, ребят. Да, я же с гранатами. Без диффузов уже, но с гранатами. Да, 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 без диффузов, с минимумом количеством гранат, на самом деле, там, я думаю, хайф флешкой, и, наверное, на том ограничится, ребята. Ну, мы, правда, помним, что в Virtus.i ходят, ну, просто над пропастью. То есть, тут... Ладно, я даже не буду говорить, вы поняли. Нет, просто как-то прям в тревогу. Ну, просто таки вот то самое чудо, о котором говорилось при проигранной пистолетке. Ну, давай, чудо, подождем. 5 раундов хочется подождать это чудо, дай бог. Оно может быть легко. Ну, так, легко, конечно, на словах. Не легко совсем. Так, Наша пробует Зиг, это правильно. Ломыч, это что? Ломыч АВП, ведь, ну, откуда же, откуда же, Сережа, у тебя АВП-то, ну, что же. Он, конечно, неплохо ласты склеил в прошлом раунде от Гаранина, но я не уверен, что Миша готов каждый раунд такие хедшоты выписывать. Так, Наша все-таки пробует Зиг. Я не уверен, что Наша читает вот это АВП. Да, Ломыч попадает. Ну, смотри, что делает и Ами. Хороший, хороший выход от Ами. Ломыч. Ну, больше флешек, больше флешек на подъем, ребятки. Ой-ой-ой, ребят, это ГГ. Да, это ГГ, селект в полуфинале. Атака по Зиге, вот, что она не получилась в этом пятом, по-моему, раунде, что она сейчас не получилась. Ну, да, разочарование, конечно, но игра была хорошая, обе команды, в принципе, были достойны друг друга. Хороший такой четверт-финал, по-моему, самый плотный, самый интересный. Да, в G игра была неплохая, проиграли. У меня осталась пара вопросов по этой игре. Почему даст два последней карты, это, наверное... А, ну, там, видишь, вопрос циркания, что там было.